Это 80 квадратных метров. Терку пробиваешь, утепляешь здесь, уже перехлёст, у тебя уже мостика холода нету. Это будет песок, геотекстиль, щебень. Не жизнь, а сказка в Бухловый парк. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на наш канал. Очередной выпуск о нашем поселке Бухловый парк. В этом выпуске мы более детально расскажем о нашем поселке. Расскажем про все аспекты, ответим на вопросы, покажем ход строительства и то, как поселок будет выглядеть уже летом 2024 года. Ну что, не забываем подписываться, ставить лайк и погнали! Начнём с самого начала, с земли. Что здесь было до Бухлого парка? Изначально мы приобрели землю в статусе сельхоз с неуточненными границами. Это были три разных участка, да, просто на одной территории. Соответственно, мы запустили процесс перевода статуса сельхоз в ИЖС и параллельно с этим запустили процесс межевания. Сейчас, на данный момент, мы имеем полностью поселок в статусе ИЖС с отличным межеванием, с красивой формой. Все нам говорили то, что невозможно сделать это быстрее, чем за пять лет, и мы здесь застрянем надолго, и что это плохая идея, и все отговаривали, многие смеялись. Но процесс перевода и межевания вместе занял у нас порядка 11 месяцев, и сегодня у нас все документы готовы, на земле нет никаких обременений абсолютно, поселок сформирован, документы получены, сделки проводятся. Так, ну что, друзья, мы находимся в данный момент рядом с домиком, который строится. Что он из себя представляет? Это 80 квадратных метров, две комнаты, гостиная вместе с кухней и один санузел. Мы видим, что дерево обработано огнебиозащитой, поэтому оно такого розоватого цвета. Это очень важно для того, чтобы не началось возгорание. Подошли очень серьезно к утеплению. У наших домов используем брус 200 с перехлестным утеплением. Значит, вот сейчас взял деревяшку, покажу вам. То есть вот здесь у нас утепление начинается, соответственно, вот до сюда оно будет доходить. Правильно? Правильно? Полосы будут до верху. А, до верху. Когда, соответственно, ты пятерку пробиваешь, утепляешь здесь, уже перехлест, у тебя уже мостика холода нету. Писали? Утепление мы делаем с самого основания, чтобы не было у нас вот здесь промерзания. Соответственно, вот здесь еще 50 дополнительно наращиваем и идем вот так вот до самого конца, до крыши. По поводу пола. Пол у нас 250, тоже с перехлестным утеплением. Под вот этой всей конструкцией у нас сетка для защиты от грузунов. Это немаловажно при загородном строительстве. Ну и как вы видите, дома у нас стоят на железобетонных сваях. Вот они. С обвязкой брусом 200 на 150. Ну что, мы переместились в наш домик. Значит, весь дом у нас проклеен гидропароизоляцией, а также дополнительно у нас все углы, все швы проклеены таким материалом. Для того, чтобы тепло не выходило из дома и холод не попадал в дом. Так, ну что, сейчас я вам попытаюсь на вот этом недостроенном еще доме показать планировку. Здесь у нас организована входная группа. Здесь у нас тамбур, соответственно. Вот здесь будет стоять шкаф. То есть, мы зашли, разделись, тепло не выпустили, холод не запустили. Тамбур обязательная вещь в организации дома. Значит, дальше мы прошли. Это у нас гостиная с кухней. Это перекрытие. Они уберутся. Потолки у нас 4 метра. Да, Ром? В этом, в пике. 4 метра потолок. Значит, здесь у нас гостиная, кухня. Здесь диван, телевизор, соответственно. Здесь вход в комнату. В первую. Здесь кровать. Где? Вот здесь кровать. Ну, такая достаточно большая комната. Хорошая. Здесь вход во вторую комнату. Здесь проходим. И вход во вторую комнату. Она чуть поменьше. Она там несет функцию, как детская, наверное. Ну, также может быть полноценной спальней. Домик у нас в целом 80 квадратных метров. 15 метров терраса и 65 метров живой площади. Так, а это что за комната? А, это что? А, это санузел. Здесь у нас санузел. Ну, слушайте, достаточно просторный санузел. Станет душевая, туалет, стиральная машина. Все, что необходимо. Шикарно. Очень классно. Ну, и, соответственно, вернемся в гостиную. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Илья. Очень приятно. Илья. Роман. Клим Саныч. Так, ну, что еще? Про дом. Давайте расскажу вам про то, что достаточно просторная гостиная. И она просторная получается из-за того, что высокие потолки в пике, в коньке 4 метра. И скос у нас, видите, не такой большой. Получается, здесь у нас где-то 2,50 где-то, да, по краю? 2,80. Вы знаете, модульные дома делают, у них очень приземистая крыша. И кажется, в доме, когда находишься, окно у тебя вот здесь получается. Окно у тебя вот здесь получается. Начинается вот здесь вот. Крыша заканчивается, вот здесь окно. Так вся история. Мы поэтому строим самостоятельно каркасные дома, чтобы у нас окна были большие. И высота потолка была, чтобы дает большего пространства. Ну, и самая классная, крутая часть любого дома – это собственная веранда с видом на лес. Вот здесь вот мы выходим на нее. Терраса 15 квадратных метров. На террасе вы можете разместить стол, мангал, гриль, позвать друзей, пить кофе, жарить мясо с прекрасным видом на озеро и на лес. Мы переместились на въездную группу, где будет организовано КПП. Расскажу чуть более подробно про это. На данный момент мы организовали чисто технический проезд в поселок для того, чтобы большегрузная техника могла привозить стройматериалы. Соответственно, как только позволят погодные условия, мы уже начнем прокладывать полноценную дорожную сеть. Дорожное полотно у нас будет с толщиной пирога почти метр. Для тех, кто разбирается, это достаточно полезная и интересная информация. Соответственно, это будет песок, геотекстиль, щебень двух фракций. Это все будет утрамбовано. Дорога будет полностью подготовлена к асфальтированию, чтобы после завершения всех строительных работ можно было доделать дорожное полотно до конца. Соответственно, здесь же на въездной группе будет организовано КПП. Доступ в поселок будет осуществляться через два КПП, то есть иметь два въезда и три выезда. Соответственно, на КПП будет располагаться охрана, которая будет осуществлять допуск жильцов и гостей поселка на территорию, а также патрулировать территорию поселка. Соответственно, вы можете не переживать за своих детей, где они, что они делают, если они вышли погулять в Бухлово парке, потому что весь поселок будет огорожден единым забором, чтобы отсечь доступ посторонних лиц, а также чтобы из поселка детишки не убежали случайно и не потерялись в лесу, который общим объемом составляет 200 гектаров. Мы переместились в ту часть, где сейчас ведутся работы по центральным коммуникациям. Очень важно, хочу заметить, что в нашем поселке центральная коммуникация, и, живя в нашем поселке, вы получаете уровень комфорта, а может, даже и лучше, нежели во многих квартирах в городе. Потому что мы очень ответственно подходим к этому вопросу и хотим, чтобы все жители нашего поселка получали максимум комфорта при жизни здесь. Соответственно, это не септики и скважины, как многие предлагают загородные объекты, это центральные коммуникации, центральное водоснабжение, центральная канализация. Трубы мы закладываем ниже глубины промерзания, и при проектировании центральных коммуникаций была учтена такая разуклонка, чтобы не происходило никаких ЧП с центральными коммуникациями в поселке. Так, мы сейчас перенеслись в зону, где у нас озеро. В Бухловый парк имеется озеро. Это ли не прекрасно? В озеро можно сходить, искупаться, поплавать. Здесь будет у нас красивый пляж. Наверное, завезем песочек. Завезем? Ну, завезем. Ну, хорошо. Вы сможете искупаться. Там вот банька будет, туда-сюда. Кайф! Не жизнь, а сказка в Бухловый парк. В озере можно поймать рыбу. Сейчас организована рыбалка. Водится здесь форель, осетр, стерлядь. Вот эти беседки, которые вы видите, стоят, будут поменены. Вот такие вот беседки будут у нас красивые. Ну, классно же. Пойдемте дальше. Сейчас мы находимся с вами в одном из домов, которые уже постепенно подходят к своему завершению. Более подробно, конечно же, мы расскажем в отдельном видео, когда мы закончим уже здесь и внутреннюю отделку, и до конца доведем внешнюю, и фасады, и лестничную зону. Тогда мы снимем большое видео, в котором подробно покажем и то, какая планировка получилась в этом доме, и то, какие материалы использовались уже при внутренней отделке. Но, как мы видим, совсем недавно мы показывали вам видео, в котором процесс строительства только начинался. Сейчас мы уже постепенно подходим к завершению, уже устанавливаем окна, начинаем внутренние перегородки. Хочется добавить вообще в целом про местоположение этого дома внутри поселка. Он располагается в окружении прекрасного леса. Вообще, в целом, прелестные участки пользуются популярностью, потому что ты в постоянном единении с природой, тебе достаточно выглядеть в окно, и ты увидишь лес. Поэтому это самый большой, кстати, участок в нашем поселке, он уже продан. Этот дом расположен на участке почти 14 соток. Ну вот представьте, вышли, вы спустились вот по этой прекрасной лестнице и зашли в лес. Собрали ягоды, грибы, погуляли с собакой. Ну, просто сказка. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии с вопросами, о чем вы хотите, чтобы мы вам еще рассказали. А мы будем радовать вас контентом с строительства нашего поселка. И совсем скоро уже снимем обзор этого дома, как только завершим его строительство.